Знаете, я сам вхожу, вот есть при, в Евразии есть комиссия по предпринимательству, куда входит бизнес из Казахстана, Белоруссии и России, она, это комиссия при Христенко, вот, и у нас там очень много баталий происходит на предмет того, что, что сейчас происходит, так сказать, да, с защитными мерами, с запретными мерами, и действительно мы видим, что на границе, например, в Белоруссии мы испытываем определенные проблемы транзита товаров, почему, потому что, ну, некоторые бизнесы на этом стали делать бизнес, да, то есть, в общем, вдруг в Белоруссии появилось очень много устриц там и так далее, и так далее, вот, но за, вот так сказать, вот этими сделками страдает-то и нормальный белый бизнес, который, в общем-то, везет необходимое сырье для себя, или либо там тот импортный товар, который цивилизованно покупаешь и продаешь на рынке Казахстана. Но здесь, вы знаете, я бы вот, все-таки статистика, которой руководствуются официальные органы, вот, внес бы определенные сомнения в каком смысле. К сожалению, тот поток, который идет из России на сегодняшний день в Казахстан, если мы сравним официальную статистику, то она не совсем корректная. Объясню, почему. Если, например, заходит там Челябинская птицефабрика какая-то, да, отправляет, и вы решите купить в Челябинской птицефабрике там газель или фуру курятины и завести в Казахстан, большинство сделок не регистрируется. Чтобы зарегистрировать, понятно, вы там должны потом получить возврат НДС и так далее. Но многие с этим, кто с этим столкнулся, да, уже второй раз проходить, так сказать, через эту бюрократию не хотят. Поэтому большинство сделок по покупке и экспорту российского товара в Казахстан не регистрируется, и этих сделок нет в официальной статистике. Посмотрите, даже, по-моему, Костак показал вот эти 8-9-часовые очереди, которые сегодня есть на Кустанайской границе, североказахстанской границе. Там же вот стоит два ряда, да, там ряд легковых машин, и я уверен, полный багажника, так сказать, да, там продуктов питания в первую очередь и товаров народного потребления. И стоят вот просто до, наверное, там, до горизонта машины-грузовики, да, то есть фуры, которые полностью набиты товаром. И это все идет на казахстанский рынок. Как раз президент призвал покупать отечественные товары, и эта идея активно набирает обороты. Теперь наши производители должны держать марку, делать качество. Мы вообще считаем, вот как товаропроизводитель, и как и ритейлер в том числе, да, мы хотим, чтобы вот ту идею, которую глава государства озвучил, покупай казахстанское. Вот сейчас, вы знаете, это в Фейсбуке уже более активно началось. И мы одна из первых, наверное, производственных компаний, которые вот, ну, будем очень четко показывать, что это произведено в Казахстане. И в ближайшие буквально недели в сети Арзан полки для казахстанских товаропроизводителей, соответственные цены будут специальные и выделены. И мы надеемся, что население поддержит. И я абсолютно уверен, это практика и показывает, что население действительно очень лояльно к отечественным производителям. И это понятно, потому что молоко, которое или там соки везутся за сотни километров, даже тысячи километров, проходя разные температурные режимы, по качеству совершенно другое, чем мы по той же самой технологии делаем. Здесь у нас, в Алма-Ате, и сразу напрямую поставляем на полки наших магазинов. Конкуренция будет все равно увеличиваться, потому что таможенный союз и АЭС скоро вступим в Всемирную торговую организацию, уже на последней стадии переговора почти что. Так может ли это сильно ударить по компаниям, которые еще не успели окрепнуть рамбик? Безусловно, конкурентная среда очень сильно растет. И, к сожалению, еще раз подчеркиваю, сегодня мы находимся в неком таком искусственном, не совсем выгодном положении. Мы надеемся, что эта ситуация все-таки исправится. Потому что мы с Россией зеркальные страны. То есть, что мы производим и что производит Россия, это практически одинаково. Поэтому надеемся, что ситуация все-таки будет исправляться. Но здесь, еще раз подчеркиваю, очень важна более четкая позиция нашего правительства, отраслевых министерств. И я абсолютно уверен, что рынок, казахстанский рынок и казахстанских товаропроизводителей все-таки нужно защищать в рамках существующих законов, в рамках тех правил, которые прописаны и в Евразийском Союзе. Как раз к вашим словам о торговле с Россией можем еще один слайд привести, который отражает динамику товарооборота. Видим, что в рамках Таможенного Союза Россия ведет с нами активную торговлю, которая за январь-октябрь минувшего года составила почти 16 миллиардов долларов. Наш экспорт почти 28%, а импорт России к нам 72%. Рамбе, как мы можем повысить долю экспорта в рамках ЕС или хотя бы усилить импортозамещение? Вы знаете, можно смотреть и 2014 год, и 2013, и россияне действительно в тех переговорных процессах, которые сегодня происходят между Россией и Казахстаном, но с точки зрения вводить какие-то защитные меры, не вводить. Безусловно, россияне используют, что из России экспорт в Казахстан сократился, а экспорт из Казахстана в Россию, он вроде как увеличился. Но еще раз подчеркиваю, здесь надо разделить, во-первых, сырье экспортное, которое идет из Казахстана в Россию, и товары народного потребления. То есть вот здесь я считаю, что, в общем-то, статистика не совсем в нашу пользу. И, как я уже сказал ранее, к сожалению, она не совсем корректна, потому что достаточно огромный поток товарооборота не фиксируется в этой официальной статистике. Но для того, чтобы наш казахстанский экспорт был более конкурентно способен, конечно, здесь вопрос, пока есть такой дисбаланс в курсовой разнице, это сделать достаточно сложно. Как раз вот этот дисбаланс, раненбек, он ведь приведет к тому, что местные компании будут вынуждены какое-то время остановить свое производство, будут нести убытки. Как их можно поддержать в этой ситуации? Ну, достаточно большие средства выделяются, как вы уже озвучили. Есть программы, которые и глава государства обозначил. Вот сейчас важно, еще раз подчеркиваю, да, вот действительно, может быть, даже пойти где-то на изменение нормативов, да, потому что, ну, к сожалению, все, ну, не к сожалению, это правильно, все работают по определенным правилам, да, и может быть, сейчас вот тот момент, когда какие-то моменты в этих правилах нужно пересмотреть и поддержать отечественных товаропроизводителей. Но параллельно, очень важно, еще раз подчеркиваю, решить вопрос и с ликвидностью тенге, и параллельно очень важно все-таки эффективность вложения вот в сырьевую базу, в устойчивость компании. И здесь, конечно, вот в таком вот ручном режиме нужно с отраслевыми министерствами и с местными исполнительными органами, мне кажется, важно работать, и тогда мы с меньшими потерями выйдем из этой непростой ситуации. Раймик, вы как раз в том сегменте, в производстве, который наиболее сложен, в бизнесе, сырьевой бизнес, цены упали на мировом рынке, сырьевой бизнес в таком положении оказался. Это может подтолкнуть наших предприимчивых людей заниматься именно производством и диверсификацию экономики, наконец-то, активно внедрять, запускать в стране? Ну, вот эта вот ситуация, она как раз-таки, мне кажется, оголила, что мы, наверное, последние 20 лет говорим о диверсификации нашей экономики, а, к сожалению, ситуация, она, безусловно, меняется, то есть, ну, определенная диверсификация происходит, но, к сожалению, не так, как хотелось бы, и даже не так, как это было озвучено во всех наших госпрограммах, начиная, еще раз подчеркиваю, как импортозамещение, ГПФИР там и так далее. И здесь, конечно, вот эта ситуация реально оголилась, что своего у нас очень мало, и я надеюсь, что это будет, ну, неким таким отрезвлением. Мы видим, что в России, ну, кардинально меняются подходы, и то эмбарго, которое сегодня есть на Российскую Федерацию, заставляет вынужденно россиян, так сказать, да, там, действительно лицом повернуться и делать программы более эффективной. Я даже не сомневаюсь, что и эта ситуация и нас очень серьезно, так сказать, отрезвила, и мы видим, что, действительно, вот ситуация уже меняется, и надеюсь, что мы это увидим в конкретных результатах и в конкретных программах изменения подходов. Ремех, последний вопрос задам. Наверное, ситуация в России такая, что наши компании могли бы пойти туда и хорошо закрепиться, но, наверное, сейчас преждевременно говорить о такой экспансии наших компаний или уже есть такие крупные компании, которые хотят выйти на, выйти точнее и занять свою нишу на российском рынке? Ну, я скажу по своей компании, то есть мы работаем в шести регионах России, вот, и, к сожалению, ну, то есть мы до Таможенного Союза мы не могли туда выйти. Да. То есть разные барьеры были. Сейчас у нас такая возможность появилась, но в связи с тем, что вот все-таки вот эта вот курсовая разница есть, пока мы работаем в ноль и где-то, может быть, даже в убыток. И здесь важно, конечно, выдержать эту ситуацию, потому что мы видим, что очень много мелких и средних российских компаний, они действительно не выдерживают и уходят с рынка. И здесь очень важно, конечно, ну, так сказать, потерпеть и выдержать этот период. Если мы останемся на рынке вот в ближайшие там месяцы или там в ближайшие один-два года, то я даже не сомневаюсь, что, ну, это окупится и даст определенный толчок. Спасибо, Райенбек, за участие, процветание вашей компании. Очень льстит, что вы, несмотря на то, что у вас через час самолет, успели приехать на программу и ответить на все наши вопросы. Всего хорошего вам. Спасибо за приглашение. Удачи. Чтобы наши бизнесмены могли усилить и развивать свои компании, готовятся специальные меры по защите внутреннего рынка. В частности, возобновят активную политику импортозамещения. Для этого в стране создадут новые производства. Финансовую поддержку нацфонда тоже решили усилить. 100 миллиардов тенге, предусмотренные на 2016-й, перенесли на этот год в сумме 75 миллиардов тенге. Это был персональный интерес с Магомедом Аслахановым. Ситуацию и перспективы предпринимательства оценил председатель совета директоров Райенбек Групп Райенбек Баталов. Берегите время, оно все растает по своим местам. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова